МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Главные итоги уходящего года. Глава города Алексей Сафонов встретился с журналистами. Единогласно на заседании Думы депутаты приняли бюджет Сарова. Лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний ведущие врачи-кардиологи ПОМС проконсультировали саровчан. Далее расскажем обо всем подробно. О присоединении северных территорий, создании национального центра физики и математики, вывозе мусора. На эти и другие вопросы журналистов ответил глава города Алексей Сафонов на итоговой пресс-конференции. Подробности далее. Несмотря на все сложности, год выдался удачным и плодотворным. Удалось реализовать основные задуманные проекты. Сообщил журналистам глава города Алексей Сафонов. Саров достойно показал себя и на федеральном уровне. Мы получили всю необходимую поддержку и специальные поручения по вопросам развития нашей территории. Очень активно прорабатываются разные варианты планов развития. Достаточно бюджета емкие. Ключевым событием, наверное, для территории это стало подписание указа президента о присоединении территории к городскому округу город Саров. Это действительно уникальные события. Не обошли вниманием одной из самых громких событий года – указ президента о присоединении северных территорий. Что даст это Сарову и как повлиять на жизнь в городе? Прежде всего, по мнению представителей администрации, новая география позволит создать дополнительные рабочие места и социальную инфраструктуру. Например, построить физкультурно-здоровительные комплексы. Присоединением технопарка мы планируем как раз увеличить возможности города, ресурсы города и добавить некую гибкость для реализации тех или иных проектов, которые невозможно реализовать внутри периметра. С 1 января по инициативе и по одобренной президентам эта территория становится городом. То есть вопрос прямой налоги пойдут в город. Всю деятельность этой западной территории можно назвать на три компонента. Это научное, производственное и социальное. Научное, вы знаете, да, это одобрено строительство Национального центра физики и математики, центральным ядром которого стало открытие филиала, восьмого филиала МГУ. Одной из центральных на пресс-конференции стала тема вывоза мусора. Жители города все чаще беспокоят несвоевременная уборка мусорных баков. В связи с этим администрация ведет постоянную работу с региональным оператором. Здесь мы находимся, конечно, между жалобами и непримирением жителей с недостатками работы регоператора, ну и, соответственно, некое непонимание регоператора наших требований. Мы понимаем, как должно быть, но не хватает законодательной базы, не хватает ресурсов достичь этого результата. Поэтому работа продолжается. Задача максимума городской администрации на 2022 год – освоение новых территорий и вовлечение их во внутренние процессы города. В следующем году Саров ожидает и ряд крупных мероприятий. Одно из них – 30-летие закона ОЗАТО. Почетный гражданин Сарова, бюджет города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, а также новые книги для библиотеки имени Маяковского и инструменты для музыкальной школы имени Балакирева. Депутаты провели последнее заседание Думы в уходящем году. С выдающиеся достижения в области обеспечения безопасности РФ, а также многолетний добросовестный труд. Почетному ветерану РФИАЦ ВНИЕФ, ведущему инженеру завода ВНИЕФ, Александру Петровичу Федотову присвоили звание почетный гражданин города Сарова. В этом году он отметил 90-летие. Стаж его работы – 72 года. Александр Петрович прошел трудовой путь от контролера отдела технического контроля до ведущего инженера по планированию. Спасибо вам за то, что вы мне наградили таким большим, такой большой наградой. Посмотрел я там галерею гражденных, там академики, директора, главные конструктора, все. А теперь простой человечек и я там буду. Зал аплодировал Александру Петровичу стоя. На такой торжественной ноте и началось заседание Думы последнее в выходящем году. В первом вопросе повестки утвердили перечень имущества, которые Министерство имущественных и земельных отношений предлагает принять в муниципальную собственность. Министерство предлагает нам принять в муниципальную собственность набор духовых инструментов, набор барабанов, общее количество, три штуки и книги, три экземпляра книг. Имущество предлагается закрепить на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, детской музыкальной школой и библиотекой имени Маяковского. Также народные избранники обсудили финальные корректировки в проект решения о бюджете Сарова на 2021 год и на плавновый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ города депутаты приняли единогласно. Саровчан приглашают присоединиться к всероссийскому новогоднему флешмобу. Оформляйте окна квартир, домов, офисов, школ, рисунками, надписями, украшениями и выкладывайте фотографии в социальных сетях с хэштегом «Новогодние окна». Акция продлится до 30 декабря. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Региональная служба по тарифам утвердила размер коммунальной платы для жителей Нижегородской области на следующий год. С 1 июля 2022 года цифры в платежках вырастут в среднем за тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение не более 4,4%. За природный газ 3%, за сжиженный углеводородный газ 4,3%. За твердые коммунальные отходы не более 4,3%. За электроэнергию не более 3,6-3,8%. Выплачивать пенсии и другие социальные пособия через отделение почтовой связи в декабре будут до 24 числа с учетом установленного графика доставки. Об этом рассказали в отделении пенсионного фонда по Нижегородской области. В январе доставлять пенсии через филиалы АО «Почта России» начнут с 3 января. Пенсии и иные социальные выплаты гражданам на счета в кредитной организации за праздничные и выходные дни января перечислят 29 декабря. Доставку ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которые должны были выплатить 3 января, произведут также 29 декабря. В связи с расторжением договора о доставке пенсии между кредитной организацией АО «Саровбизнесбанк» и отделением ПФР по Нижегородской области, гражданам, которые не предоставили новые заявления о доставке пенсии, доставочный документ на выплату не будет сформирован. Ресурсный центр добровольчества продолжает оказывать помощь горожанам на карантине. Если вам нужна помощь в доставке продуктов и лекарств, можно позвонить по телефону 99-113. Если в вашей семье живет четвероногий питомец, которого необходимо выгуливать, телефон 8-991-452-3272. Также в ресурсном центре добровольчества будут рады пополнению в рядах волонтеров. С 1 января в России вступит в силу ряд новых законов. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так вырастет количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это станет возможным благодаря изменению порядка расчета среднедушевого дохода. Ранее брался показатель на второй квартал предыдущего года, а после изменения закона – на год обращения за выплатой. Кроме того, вырастет и размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму на ребенка. Увеличится и размер материнского капитала. Исходя из новых норм, его будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Уточняется, что размер выплаты будут пересматривать ежегодно 1 февраля. Граждане смогут получать информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ. Кроме того, по новым законам, страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. На соцдоплаты писать заявление также не потребуется. Вводятся и новые меры для снижения закредитованности населения. Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также саймов микрофинансовыми организациями. Среди других новых норм – налоговый вычет на спорт. Государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Добавляется, что применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года. Стать Дедом Морозом может каждый. Представители Ядерного центра, Городской думы и администрации приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Подробности в следующем репортаже. Серебристые шары на елке – не просто украшения, а заветные детские мечты юных сыровчан, которые теперь обязательно исполнятся. Коньки, кукольные домики, смартфоны – ребята обращались к Дедушке Морозу с самыми разными просьбами. Мы с Алексеем Александровичем в прошлом году уже участвовали в акции «Елка желаний». Дарили ребятам подарки, и вот это неподдельное детское счастье от того, что мечта сбылась, просто невероятно заряжает, и хочется это повторить. Ну и, конечно, и кукольный домик, и коньки дети получат. Добрыми волшебниками для детей стали директор Ядерного центра Валентин Костюков, научный руководитель ВНИЕВ Вячеслав Соловьев, заместитель председателя профсоюзного комитета Ядерного центра Сергей Козинцев, председатель городской думы Антон Ульянов и глава города Алексей Сафонов. Очень хорошая традиция, она позволяет в конце года остановиться в чехарде событий, в чехарде проблем и посмотреть на наш мир другими глазами, именно детскими глазами. Если уже дети не будут верить счастье, то нам это зачем жить. Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в нашем городе во второй раз. Ведущие врачи-кардиологи Приволжского окружного медицинского центра ФМБ России проверили для саровчан с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатные консультации. Подробности в следующем репортаже. К мозгам, к легким кровь придет, а вот до пульса, до почек, до ног не дойдет. В конференц-зале первой поликлиники прошла школа пациента по теме фибрилляция предсердий. О факторах риска, приводящих к появлению либо обострению сердечно-сосудистых заболеваний, особенностях их диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения, слушателям рассказал главный специалист по кардиологии ФМБ России в ПФО Константин Мазалов. В ходе визита Вероники Игоревны Скворцовой в наш город в октябре этого года было высказано пожелание активизировать работу по профилактике заболеваемости и смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний. И вот в рамках этого направления деятельности к нам сегодня в больницу приехали доктора из ПОМЦ. Позднее саровские пациенты с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями смогли получить бесплатную консультацию ведущих врачей-кардиологов Приволжского окружного медицинского центра ФМБ России. Всего персональной консультации получили 25 человек. На консультации, конечно, мне понравилось то, что было очень по-деловому. Были озвучены все варианты лечения, была предложена конкретная помощь. Я думаю, что да, я ей воспользуюсь. Настрой положительный, видно, что врач такой энергичный, готовый решать проблемы. Это хорошо. Проанализировав результаты осмотров, эксперты принимали коллегиальное решение о возможности лечения в стационарах ПОМЦ, либо маршрутизации с целью лечения в федеральных клинических центрах ФМБ России в рамках программы государственных гарантий, то есть бесплатной для пациента за счет средств ОМС. Такую помощь окажут восьми саровчанам. День получился хороший. Есть удовлетворение от того, что пришли люди совершенно четко по делу. У них были проблемы, я думаю, мы сможем их лечить, помочь им. И еще мы пообщались с коллегами из старого. Тоже это было интересно им и нам. Теперь у нас есть прямые контакты, мы сможем помогать друг другу дистанционно. Такие выездные консилиумы планируют проводить на регулярной основе. В наш город будут приглашать не только кардиологов, но и врачей других специальностей. В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники КИБДД побывали в гостях у учеников 14-й школы. Полицейские напомнили ребятам о правилах дорожного движения. Подробности далее. Полицейский Дед Мороз! Профилактическую беседу «Полицейский Дед Мороз» в преддверии школьных каникул с учениками школ города сотрудники госавтоинспекции проводят ежегодно. Ее цель – напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Хотелось бы напомнить пешеходам о том, что переходить дорогу нужно только в положенном месте по пешеходному переходу. Обязательно нужно остановиться и убедиться в том, что машины пропускают вас. Необходимо кататься только с безопасных горок, то есть там, где нет трамплинов, нет никаких препятствий. И, конечно же, чтобы горка не выходила на проезжую часть дороги. Вместе с Дедом Морозом ребята угадывали знаки дорожного движения, играли в игры и разгадывали новогодние загадки. «Я узнал полное название некоторых знаков. Например, кирпич въезд запрещен». «Интересно, потому что это было такое название – полицейский. А обычное название – это просто Дед Мороз, а полицейский – классно». В завершении мероприятия полицейский Дед Мороз поздравил всех участников акции с наступающим Новым годом, пожелал ребятам веселых зимних каникул и вручил подарки. Также сотрудники госавтоинспекции напоминают саровчанам, что в рамках акции «Зимние каникулы» проводятся конкурсы, в которых может принять участие любой желающий. Достаточно просто найти страницу ВКонтакте ОГИБДД по Нижегородской области, 407-й на связи. Там есть вся информация. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!